Авария предположительно произошла около 4 утра, а потому очевидцев произошедшего не было. Только спустя несколько часов прохожие позвонили в ГАИ и сообщили о ДТП. 12 июня, ориентировочно в 7 часов утра, в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о ДТП, произошедшее на улице Карла Маркса, вблизи школы номер 4. Водитель не справился с управлением и въехал в дерево. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Позже один из жителей близлежащего дома предоставил в ГАИ запись с камеры видеонаблюдения, но и она не смогла пролить свет на подробности аварии. Кроме того, что скорость автомобиля была очень высокой, под сотню километров в час. К слову, на этом участке дороги стоят запрещающие знаки не более 40. Что подвигло водителя оставить место аварии, какие травмы он мог получить при таком серьезном ударе, а также был ли он один или с пассажирами, это еще предстоит выяснить оперативникам. Личность водителя и хозяина автомобиля устанавливается, автомобиль помещен на штрафстоянку. Предварительно известно, что хозяин Мазды уже давно умер, а потому сотрудникам ГАИ предстоит проделать непростую работу, чтобы выяснить, кто был за рулем. Возможно, придется обратиться к родственникам бывшего хозяина и распутать весь клубок. Не исключено, что водитель в момент совершения аварии мог быть пьян. Аванес Степанят, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобрусь-360.